Лютики и цветочки в поле колыхают, Ветерок шальной нежно обнимает, Степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, Троица настала, и душе привольно. 19 июня, день Иллариона, Назван в честь преподобного отца Иллариона Нового. В юности был хорошо обучен священному писанию. Когда исполнилось 20 лет, Оставил мать и отца дом и богатство, И сделался монахом. Учеником святого Григория Декаполита. Пребывал в послушании, молчании и великом смирении. Очистив и просветив свою душу, как солнце, Он получил от бога власть над нечистыми духами, Так что мог изгонять их. Самоотверженно боролся с иконоборчеством. Стариной с этого дня начинали прополку полей И огорода от сорной травы. Пришел Илларион, лишнюю траву, из поля вон. Существовало поверье, если сегодня сорняки не вырвать, То они постоянно будут расти. Сорную траву рекомендовали выпалывать только во время убывающей луны. На растущую полную луну это не делали по причине того, Что луна давала растениям рост. Приметы. Дует восточный ветер, лето будет дождливым. И если долго гремит гром и переходит с места на место, Ненастья затянулась надолго и будет холодно и дождливо. А скажите, Геннадьевич, по каким признакам люди могут понять, Что у них мало витамина С? Вообще, это удивительные диалоги, и они реально из жизни. Разговариваю с приятельницей, она говорит, Может, не витамина С попить? Надо, почему. Ну да, 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 может быть, я куплю какие-то хорошие поливитамины, И вот буду, значит, к лету готовиться, Там и магний, и калий, и... Чего вы все их перечисляете? Вы сами-то что хотите? Я понимаю, что люди стремятся, Но у них мало базы, Они плохо понимают, почему они хотят тот или иной витамин. Есть ли признаки, по которым стоит понять? Я о своих призналась. Стали возникать сники, и все понятно. Клюква, вишня, смородина. Вперед, Таня. Да, вперед. А вот признаки... Кому надо попить витамина С? Первое. Это наступает... Вот мы начнем с первых признаков, И более легких, и закончим более тяжелых. Первое. Это частые простудные заболевания. Да. Да. Нету сил бороться. Да, да. Окажется, витамин С дает такие могучие силы бороться с этим, да? Далее, это упадок сил. Общий. Общий. Апатия. Далее у нас идет интересное. Это когда мы чистим зубы, кровоточивость дюсель возникает. Если мы на все это смотрим спустя рукава, далее у нас начинают шататься зубы, и возникает так называемое явление цинга. Это уже крайне проявлено. То есть мы начали с простуды и пошли вот уже до тех. Поэтому, если хотите, чтобы у вас зубки были целыми, не шатались, чтобы не было простуд, чтобы была высокая работоспособность и хороший иммунитет, надо обязательно использовать в своем питании такие продукты, которые содержат витамин С. естественные. Дело в том, что существует огромное заблуждение между искусственными и естественными. Я уже сказал, что где-то разница колоссальна, где-то раз, два, десять, два. Усвоение, да. Усвоение. Наш организм привык получать вот эти все витамины, то есть вот эти вещества, которые здесь содержатся, в таком виде эволюционно приспособлен наш организм все отобрать из пищи. А что такое искусственная таблеточка? Это уже какое-то кристаллическое вещество, которое лишено воды, которое лишено других веществ, которые идут в связке, способствуют усвоению и выведению этой витамины. Ну тоже, что и дуракина, тоже как-то придумывали молекулярную основу этих таблеток, чтобы они переваривали. Хорошо, а будем так говорить, уж не будем глупыми называть ученых, но они пошли по такому пути и думают, что наш организм, знаете, ну как своего рода какой-то механизм, который все там усвоит и переварит. И я простой пример привожу. Вот мы берем яблочко. Кстати, в яблочке содержится и витамин С, ну конечно не в таком большом количестве, и витамин П. Яблочко, Танюша, съест, все усвоится, все нормальненько. И даст ей красоту и здорово. Вот. И если это яблочко, она содержит, ну смотри, как они считают, оно содержит, допустим, там 100 колодок. Ну, к примеру. Вот так вкусно, рассказать, я ее помою вам. Хорошо, помой, помой, помой. Вот. И если это яблочко, мы с вами положим и начинаем запекать в печке без доступа воздуха, это яблочко обугливается, сохраняет все, значит, калории, которые имелись, потому что все это, знаешь, как определяется, в калориометрическую печь кладется, сжигается и издавляется количество калорий. Так вот, вот это яблочко мы усвоим, мы его положили в калорометрическую, в печку, в эту печь, да. Значит, превратили его, обуглили, и оно содержит тоже 100 калорий, но можем и съесть этот угол или нет. Тан-дан-дан-дан-дан-дан, и сразу все становится на свои места.